Здравствуйте! Это программа «Фактор здравого смысла» и я ее автор и ведущий журналист Игорь Альтер. Сегодня заканчиваем передачи о СПИДе, точнее цикл передачи, а в принципе я надеюсь мы их будем продолжать. Этот цикл мы начали летом прошлого года. Вообще в родном отечестве в части противодействия СПИДу мы крепко отстали от многих стран. А догонять цивилизацию дело не из легких. Где нынче СПИД дает трещину? Существует ли эпидемия ВИЧ-заболеваний у нас? Об этом сейчас и поговорим с главным специалистом Министерства здравоохранения России по вопросам ВИЧ-инфекции, главным врачом Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Юлией Плотниковой. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон в студии 70 70 20. Звоните, пожалуйста, задавайте интересующие вас вопросы. Здравствуйте, Юлия Кимовна. Добрый вечер. Вот какая невеселая история. Более 30 лет в нашем обществе ВИЧ предпочитали, как вы знаете, не замечать. Так было удобно. Поставили его где-то на самый последний лист ожидания и положили этот лист на дно такого глубокого ящика, что руки до него не доходили, насколько я понимаю, свыше трех десятилетий. И, наконец, здравый смысл взял вверх. Разумеется, лучше было бы пораньше. Но у нас и поздно, слава богу, как вы знаете, и прогрессивно мыслящие люди недавно сотворили документ под названием «Проект плана реализации государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в России до 2020 года и на дальнейшую перспективу». Я не хочу проводить аналогии. Однако объективности ради замечу, каким результатом привел национальный проект здоровья сокращения больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, коек, медицинского персонала и так далее. Об этом всем хорошо известно. И вот вопрос. Извините за такое длинное вступление. Есть ли у вас, Юлия Кимовна, сегодня ощущение, что новый проект сумеет что-то изменить вот в этом сегменте медицины? Пожалуйста. Безусловно, есть. А основания? А оснований много на самом деле, но прежде всего я хочу сказать, что принята государственная стратегия, она уже принята в октябре 2016 года, если быть точным 20 октября. То, о чем вы сказали, это проект плана реализации стратегии, он действительно… Давайте ответим сейчас на вопрос, а потом продолжим, уже есть звонок. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, мы вас слушаем, представьтесь и задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Меня зовут Екатерина. Есть вопрос. Говорите, пожалуйста. Очень такой злободневный, на злободневную тему, конечно. И вопрос у меня следующий будет. Вот почему при нынешнем уровне информационной осведомленности о ВИЧ-заполиваниях и их серьезных, конечно, последствиях, люди пренебрегают элементарными правилами безопасности? Спасибо. Понятный вопрос. Пожалуйста, Виталий. Ну, этот вопрос, наверное, должен быть адресован каждому конкретному человеку, кто пренебрегает, собственно. Мы-то не пренебрегаем. А на самом деле пренебрегают по-разному. Ну, вот меня порадовало то, что вы говорите, что достаточно высокий уровень осведомленности. Кто-то знает, а на самом деле знают не так много, как нам бы хотелось. И вот эта вот информированность, она сегодня поставлена во главу угла. Более того, этот индикатор очень важный, который будет введен вообще в большой документ нормативный, это российская программа здравоохранения, программа российского здравоохранения, точнее сказать. И он будет действительно как критерий в цифрах. Сколько людей осведомлены. Сегодня мы понимаем, что далеко не все. Наверное, поэтому есть определенные пренебрежения, они владеют достоверной информацией. Ну и, соответственно, те правила поведения, которые должны были бы применять, не применяют. Ну, пренебрежение есть, ну, одна причина, мы ее все знаем. Это наша извечная авось. Ну да. Авось пронесет, а не проносит в последнее время. Меня не касается, здесь с ВИЧ-инфекцией вот это не срабатывает. Да, да, не срабатывает. А вот скажите, пожалуйста, вот нас телезрительница спрашивала и говорит, что с ее точки зрения, как я понял, население достаточно осведомлено. А если брать в процентном отношении, вот если полная осведомленность, это 100%. С вашей точки зрения, будем говорить о нашем регионе. Насколько у нас в области сегодня люди осведомлены о всех очень серьезных последствиях? На самом деле мы считаем этот показатель, это чуть более 60%. Но этого крайне недостаточно. А какой хороший показатель? Тот показатель, который будет поставлен в программу и на 17-й год мы должны будем его уже выполнять, это 84%. О, так это скачок большой. Это большой скачок, понимаете? Большой скачок. Это большой пласт людей, которых мы должны будем так или иначе проинформировать. И не просто проинформировать. Нет, приучить. Приучить, я и хотела сказать. Приучить. Да, приучить, конечно. Это не разовая какая-то акция. Абсолютно. Вот, то есть большая работа предстоит. Да, но это очень сложно. Так, вы говорили о программе, мы с вами говорили о плане. Проект плана. Проект плана действительно разработан. Он прошел последние согласования. Вот 12 января на межведомственном координационном совете в Министерстве здравоохранения России. Он был одобрен, и сейчас он будет подписан председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И это директива к действию. Что отрадно в этом плане? Если вот так принципиально. Принципиально то, что он не ограничивается системой здравоохранения. То есть это самое важное. Понимаете, очерчен круг задач для всех ведомств. Одна из целей это предотвращение новых случаев. Вы понимаете, что вот эта задача, она не к здравоохранению обращена. Это уже ответственность других. То есть это и есть та работа, которая должна быть доведена до каждого. Это работа в трудовых коллективах, на рабочих местах. То есть сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда молодежь-то знает о ВИЧ-инфекции. Конечно, знает. Безусловно. А спросите человека 40+, так скажем, который состоялся в жизни, занимает какой-то пост, достаточно образованный, много работает, очень занят. Знает ли он? Нет. Понимаете, наши все знают. Кто-то знает, кто-то не знает. Знают мало, часто знают неверно. Но не секрет ведь, что масса мифов. Мы с вами одну передачу тоже этому посвящали. Предубеждения определенные к тематике. То есть сегодня цель – это донесение абсолютно достоверной, научной информации, объективной, правильной, которая должна быть донесена. Понятно. До каждого. Ну вот, все равно, вот есть какие-то сомнения. Ну, посмотрите. Вот простая логика. Сегодня в новых экономических условиях для решения любой проблемы элементарно нужны что? Деньги. Деньги и еще раз деньги. А что мы видим на ВИЧ-поляне в этом году? Федеральная газета «Аргументы недели» в номере от 19 января, по сути, вчерашняя газета, пишет, цитирую, «Уже в 2017 году на снижение смертности и предотвращение передачи ВИЧ детям выделят на 2,6 миллиарда рублей меньше запланированного». Программу по оказанию высокотехнологичной помощи тоже ждет существенное сокращение. В 2016 году ее финансирование составило 154,1 миллиарда рублей. А в 2017 году на эти цели запланировано только 57,6 миллиарда. Почти в три раза. Конец цитаты. Вот у нас при солидных деньгах, даже при солидных деньгах, я подчеркну, далеко не всегда все проблемы решаются. А вот как же, Илья Кимовна, при таком огромном сокращении, я специально вот откопал эти цифры, и без того никогда не хватающих средств, вот именно при таком огромном сокращении, можно будет осуществить упомянутый вами вот план противодействия ВИЧ. Ну, что хочется заметить. На самом деле, очень много зависит от организационных мероприятий. Вот не под каждое мероприятие нужно финансирование. Это абсолютно точно. Нужны нормативные документы. И вот знаете, первым пунктом в плане реализации стратегии стоит как раз аудит нормативно-правовой базы. Мы считаем, что это вообще в нашей области это реформа. Потому что основной закон по ВИЧ, который был принят в 95-м году, он будет пересмотрен. Он действительно устарел, он сегодня не жизнеспособен. И это очень важно. А работать вне закона невозможно, понимаете. И сегодня, вот выполняя указ по детям, искоренение перинатальной ВИЧ-инфекции, указ президента, ну это вообще наш приоритет. Мы понимаем, как мы его будем выполнять даже при уменьшении финансирования. Это же препараты, которые мы должны дать беременной женщине и ребенку впоследствии. Сегодня действительно работает импортозамещение, действительно работает. Сегодня есть препараты, которые по-прежнему эффективны, но в 16-м году цена упала в 17 раз, например, на препарат. Понимаете? Вот это позволяет выжить в этих условиях. Понятно. Действительно позволяет. То есть в 17 раз упала... На один важнейший препарат, да, в 17 раз, который в первой линии терапии, так скажем. И сколько же он стоил? Вот уж это интересно. Он стоил 11 тысяч, почти 12 тысяч. Да, сейчас он стоит порядка 700 условий. Сейчас он стоит, да, да. То есть на месяц. Да, да, да. Нет, но это уже... Но это существенно очень... Это позволило нам действительно существенно увеличить охват. Причем это произошло в середине 16-го года. А вот из порядка лекарственных препаратов для ВИЧ много таких, где цена так упала? Ну вот так существенно на один. Но цена упала и на ряд других препаратов. И на ряд других препаратов. Это просчитано, понимаете? Понял. Поэтому мы очень надеемся, что вот это уменьшение не скажется на выполнение этих задач. Понятно. Вот пока мы с вами говорили, позвонила телезрительница, она постеснялась поговорить с вами, но вот нам она сказала, у меня здесь наушник, она хочет узнать у вас точный ответ, наверное, и в юридическом плане, может быть, и в бытовом. Можно ли ВИЧ-инфицированным сегодня устроиться на работу? Наиважнейший вопрос на самом деле. Вот знаете, один из разделов, опять же, реализации плана. Вот у нас есть сегодня документ. Мы четко понимаем вектор нашей работы, движения. Вы знаете, столько внимания уделяется формированию недискриминационной среды и прежде всего в рабочих коллективах. То есть недопустимо по этому признаку дискриминировать, категорически просто. Будет принят ряд, опять же, нормативных документов за ответственность, за нарушение прав человека. То есть у нас должно быть недискриминационное здравоохранение прежде всего. А сегодня мы тоже видим здесь некие перегибы, так скажем. Да, недискриминационное образование и, конечно, дальше на рабочих местах и социальное сопровождение. А вот мы только что говорили о финансах, и тут более не менее все ясно. Но, как известно, вот то, что мы сейчас после финансов начали говорить о ВИЧ-инфицированных, есть еще один очень острый социальный аспект. Вот случилась беда, и у человека прежде всего руки опускаются. Он не знает, что ему делать, он не знает, куда ему идти, он не знает, куда и к кому, главное, ему обращаться. И вот пока, чего греха таить. Говорим о сегодняшнем дне. Общество принимает инфицированных людей в штыки. Примеров тому масса. Оно их игнорирует. А мы знаем, что помощь должна быть где-то рядом. Но до сегодняшнего дня ее не было. Теперь она появляется, я хочу спросить, и в чем конкретно ее смогут почувствовать больные люди? Вот об этом. Вы знаете, общество тоже... Давайте сейчас, прежде чем вы ответьте, у нас Михаил позвонил. Говорите, пожалуйста, Михаил, вы в прямом эфире, а потом мы продолжим ответ на этот вопрос. Да, да, здравствуйте. Мы вас слушаем, Михаил, говорите. Здравствуйте, здравствуйте. Смотрите, вот слушаю ваш вопрос, у меня такой. А существует ли стопроцентная вообще гарантия безопасности при соблюдении всех возможных правил защиты от таких неприятностей? Подскажите, пожалуйста. Вот Михаил активно действует человек, судя по всему. Очень неконкретный вопрос на самом деле, да, он очень общий. А все равно, вот если... Что значит стопроцентная гарантия безопасности? Чего? Мы сейчас о чем говорим? Ну, так, судя по всему... Если человек потребляет наркотики, то стопроцентная гарантия, ну, это как минимум чистые шприцы, да, одноразовые иголки, шприцы и так далее, да? Если это... Я-то думаю, Михаил, молодой человек. Хорошо, мы говорим о половом пути, действительно, который у нас сегодня основным является, да? Сегодня основной путь. Основной путь у нас на протяжении ряда последних лет это половой путь. Так. Отличие нашей области... Михаил, слушайте внимательно. 76%, более 76% сегодня половой путь. Значит, как защититься? Казалось бы, очень просто, да? Ну, для начала это верность, да, как бы не банально звучало, ну, нравственность никто не отменял, так скажем, нравственный принцип поведения в обществе, но если... Но из-за неверности никто в тюрьму не сажает. Из-за неверности, да, безусловно. Но человек, если он рискует в этом смысле, да, он должен, ну, хотя бы, хотя бы иметь защищенный секс. Понятно. Мы же говорили тоже об этом, да, это должны быть как минимум презервативы, да? А как максимум? А как максимум известный партнер. Ага, понятно. То есть, досье на партнера нужно изучить так же, как в определенных организациях. Ну, человек должен понимать, с кем он вступает вообще в отношения. Понятно, вот теперь понятно. Ну, теперь перейдем вот к тому вопросу, о котором мы начали. Вот существует. До сегодняшнего дня такой помощи рядом не было. И воспринимали инфицированных в штыки. Появляется ли? Общество меняется. Так. Оно становится более все-таки толерантным. Это действительно. Есть еще проблемы, они сохраняются, безусловно. Но большее понимание сегодня в среде, так скажем, людей, которых затронула инфекция, их окружение. Но прежде всего это семьи. Мы видим, я сама общаюсь, я вижу, что люди готовы воспринимать этого человека в семье. Его понимают, его прощают. В семье проще, а в коллективе? В коллективе сложнее, безусловно сложнее. Безусловно, да. Потому что есть вот эта стигма. Потому что, ну, наверное, мало времени еще прошло. Но это в историческом аспекте очень небольшой период, когда люди должны осознать о том, что это такие же люди. Сегодня болеют такие же люди. Да, конечно. Абсолютно. Они рядом с нами, они такие же, как мы. Они ничем не отличаются. Их невозможно дифференцировать там по каким-то внешним, так скажем, факторам. Их надо принимать. Но мы далеко живем. До нас всегда долго докатывается. Понимаете, сегодня принимают этих людей уже в других странах, в Европе, в Америке. Сегодня в Москве, вы знаете, раскрывают люди свой статус. У нас пока нет. Ну, наверное, должно пройти еще какое-то. В Москве, мы все с вами знаем, официально очень известный журналист. Конечно. Официально сказал с экрана, что вот он, к сожалению. Ну, это поступок достаточно серьезный. Поступок гражданский, очень такой мужественный поступок. Мужественный, конечно. А с другой стороны, его взяли на работу в очень известную медиаструктуру. Серьезную. И это поступок со стороны руководства той структуры. Конечно. Это неизвестно, какой поступок еще весомий, мне кажется. Ну, вот мы только что разбирались с финансовой стороной, как обстоят дела. А вот мы говорим еще и о том только что, что помощь должна быть рядом. Вот это очень важный момент. Но мы-то с вами знаем... Я, наверное, не ответила на ваш вопрос, куда человеку идти, да? Ну, куда человеку идти... Давайте закончим вот это. То есть, вы знаете, ну, в нашей Иркутской области людям вообще повезло. Начнем с этого. То есть, есть прекрасный спеццентр, совершенно современный в области. Он есть. Далеко не везде такое есть. И вот здесь пренебрегать, так скажем, приходом сюда, ну, просто уже, ну, как минимум, да, это недальновидно. А может быть, где-то и преступно. Значит, есть куда идти. И созданы все условия. И не надо этого бояться. Ну, а в целом человек может обратиться в любую медицинскую организацию. То есть, в области любая медицинская организация оказывает эту помощь бесплатную, как мы уже говорили. Понятно. Вот я продолжу вариант, куда пойти. Раньше говорили, куда пойти учиться. Мы говорим, куда пойти лечиться. Смотрите. Вот ведь ВИЧ-инфицированные живут же не только в крупных городах, но и в муниципальных поселениях. Им-то как уже вот в этом году получать медпомощь, ну, мне кажется, тут есть одна сложность. Я еще раз обращусь вот к такому примеру газетному, очень интересному. Как получить медпомощь, если глава счетной палаты еще в мае 2016 года, Татьяна Голикова, довела до сведения депутатов Государственной Думы. Что? Обратите внимание на цифры. Из 130 тысяч сельских населенных пунктов только в 45 тысячах можно получить хотя бы какую-то медпомощь. Будем считать, что в городе, если повезет, ВИЧ-инфицированные, ну, справятся с бедой. А вот за пределами-то города, как быть больным людям, вот на базе этой цифры, мне кажется, вот иногда в определенных местах у нас, на периферии, скажем, в отдаленных поселениях, там, точка географических, мне даже там, им неоткуда узнать, что они больны. Или я не прав? Ну, на самом деле, область большая, да, область географически сложная. Огромная, да. Сложная. Но есть же маршрутизация пациентов, то есть люди знают, куда обращаться. Все равно, это может быть не близко, скажем так, да, но кроме того, есть выездные формы работы ведь еще, и они практикуются у нас. Вот, живет дядя Вася в каком-то, от Киринска еще очень-очень далеко там в сторону севера. Как он вообще узнает, что он болен и что он ВИЧ-инфицирован? Как? Ну, я еще раз говорю, это действительно проблема, она системная проблема. Да жуткая, по-моему. Да, открываются новые сейчас фельдшерские, акушерские пункты, мы знаем, да. Обучают в домовых хозяйствах людей, информировать, оказывать там какую-то помощь. Ну и выездные формы работы, они будут сейчас обязательно расширяться. Это тоже одно из мероприятий вот этого плана, потому что помощь, она должна быть доступна. Соответственно, если человек не может ее получить, значит, по принципу, тогда мы идем к вам. Ну да. Идем, едем, ну, каким-то образом, да. Ну, это когда речь идет о стиральном порошке, тогда мы идем к вам. А когда мы идем от ФАПа до ФАПу, от ФАПа до ФАПа у нас расстояние-то вы знаете, какие есть. А потом надо же еще, чтобы появилась необходимость пойти в этот ФАП, и чтобы я подумал, а может быть у меня это. А у меня нет оснований думать, что у меня это. Да нет, все у меня, слава богу. Вот с этим связаны те поздние случаи, которые мы имеем. Да, понятно. Конечно, с этим. Это и онкология поздняя. И с этим в том числе, да. Понятно. По любым заболеваниям хроническим. У нас звонок Ольга на телефоне. Говорите, Ольга, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Спасибо большое, Юлия Кимовна, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если вдруг медицинский работник ВИЧ-инфицирован, ну, например, медсестра или медбрат, то где он может работать? И вот есть ли какие-то новые дополнения к приказам? То есть может, например, главный врач частной клиники заставить его обследоваться на ВИЧ-инфекцию, если он, в принципе, оказывает только терапевтическую какую-то помощь? Или там работает участковая медсестра и так далее? Ну, на самом деле здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае. Кем он работает? Есть определенный перечень анализов, которые он должен сдавать. Это предварительные медосмотры, периодические медосмотры. И для каких-то специальностей анализ на ВИЧ является обязательным, для каких-то нет. Если он не обязателен, заставить никто не может и не должен. Он может только рекомендовать. Давайте рассмотрим два раздела плана нового вот этого. Вы говорите, что там будет совершенно новая правовая база. Вот что в ней будет нового, это рассмотрим. И рассмотрим информационную поляну. Чем она будет отличаться от старой? Ну, прежде всего, первый шаг, это аудит всех тех нормативных документов, которые есть на сегодняшний день. Вот он будет соответствующими специалистами, экспертами проведен. Что касается таких глобальных изменений, как я уже сказала, это основной закон. Это самое важное. Скорее всего, будут внесены изменения в санитарные правила. Это еще один важнейший документ. Ну и в соответствии с этим дальше под законных актов, приказов, распоряжений и так далее претерпит изменения все. Что будет внесено, как я уже сказала, в программу развития здравоохранения? Важнейший критерий – это уровень информированности. Вот это важно. Потому что, ну, по-другому мы не избежим появления новых случаев. Мы можем хорошо лечить, хорошо профилактировать передачу ВИЧ у матери ребенку. Но охватить терапией тот процент, который нам рекомендован. Но новые случаи по-прежнему будут появляться. Это путь в никуда, понимаете? Пока вот каждый человек не осознает, что он в зоне риска. Что вот этот шаг может привести действительно к инфицированию. И это не будет на уровне, понимаете, на уровне рефлекса просто вот у человека. Во-первых, каждый человек, такого не может быть, чтобы узнал каждый человек. Могут узнать многие. Ну мы и говорим, мы же не говорим о ста процентов. Мы говорим о цифре приближающей. Есть такие вещи, которые искоренить вообще в принципе нельзя вот до нуля вычтить. Это не та поляна, которая вычищается до нуля, но ее можно серьезно почистить. Ну я вам скажу так. В 16-м году была поставлена новая задача увеличения скрининга. То есть для чего собственно все это дело? Мы должны, понимаете, вскрыть те нарывы, которые вот хронические, которые были. Мы должны овладеть реальной ситуацией. А чтобы овладеть реальной ситуацией, нам поставлена была задача увеличения скрининга. И мы проскринировали на 70 тысяч больше в 16-м году. Но это серьезная цифра, да, вы понимаете? Конечно, был сделан акцент на те группы риска, где наиболее часто выявляется ВИЧ-инфекция. И, естественно, мы получили прирост. Но он неизбежен. Но мы этого не боимся сегодня. И мы говорим об этом. Министр здравоохранения, к слову сказать, тоже в своем интервью говорил наш Олег Николаевич Ярошенко, что это неизбежно. Любой и каждый понимает, что рост скрининга приведет. Но знаете, что здесь отрадно? Что рост обследования значительно больше, чем рост выявления. Это все равно приятно. То есть мы должны максимально выявить. Кроме того, создается федеральный регистр. Все выявленные должны быть в этом регистре. Это наиважнейший документ, которого тоже не было никогда. И вот сейчас все те люди, которые будут заведены в регистр, они будут иметь доступ к помощи. К диагностической, к лечебной, к юридической, к социальной, к любой. То есть, соответственно, наша задача была максимально выявить. В этом смысле мы работали. 25% скрининга нам была поставлена задача на 2016 год. 25,2% мы выполнили. Понятно. У нас Сергей звонит. Сергей, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, и мы вас слушаем. Так, ребята, вы меня слушаете? Да, да. Так, Юлия Акимовна, Сергей Попов говорит, да, дальнобойщик. Очень интересный вопрос. Езжу по стране, Екатеринбург, Красноярцы спрашивают, что у вас в Иркутске творится с ВИЧем, да, со стигом. В итоге, да. Меня интересует конкретно, в настоящее время, сколько количества дороженных в Иркутске отдельно, и отдельно по Иркутской области. И второй вопрос. Геометрическая прогрессия. Как? В дальнейшем. Понятен вопрос. Пожалуйста, Юлия. Значит, в Иркутской области, по уточненным данным, на конец года, ну или на 1-01-2017, чуть более 33 тысяч инфицированных. Значит, что касается распределения город-область. 60% это область, 40% это город. Соотношение мужчин и женщин приблизительно одинаково, хотя среди вновь новых случаев превалируют женщины. Что еще? Вот прогрессия, геометрическая прогрессия. Геометрическая прогрессия, значит, рост. На самом деле эпидемия начиналась в городе. Ну, всегда эпидемия начинается в крупных городах. В смысле эпидемический процесс начинается в городах. Значит, что касается города Иркутска, тоже здесь начиналось все заболевание. Сейчас, на протяжении двух последних лет, мы видим некую стагнацию. То есть, я не говорю, что это уменьшение. Но, тем не менее, мы не видим этого прироста. Очень активно работает город. Есть прирост в целом 10,2% за 2016 год. Цифра, которую мы ожидали большую, я скажу так. Вот при том увеличении скрининга мы ожидали прирост больший. Но он, безусловно, есть. И он, это средняя цифра, если вы знаете, по Российской Федерации. Всегда дают цифру порядка 10-12% прироста. Понятно. Юлия Кемовна, вот самую главную вещь, кто бы помог изобрести, да? Вот так принято считать, что каждый из нас все понимает и может работать учителем. Все понимает в медицине, знает, как лечиться, чем лечиться. Но я уж про культуру не говорю. А на самом деле, вот мне кажется, что касается ВИЧ, что касается онкологии, да, если честно, других направлений, вообще всей медицины, две вещи нам надо в себе преодолеть. Они сидят в нас, ну, таким камнем. Это вот невежество и овось. Вот если бы это в нас не сидело, люди бы к вам не приходили уже очень-очень тяжело больными людьми. Люди бы не приходили к Виктории Владимировне Дворниченко с четвертой степенью заболеваний. Вот мы еще находимся на стадии, на стадии, когда, ну, много пройдет времени, с моей точки зрения, пока в нас уйдет овось и уйдет невежество. Или я не прав? Ну, я соглашусь с вами. Согласитесь, уже хорошо. Теперь давайте вот одну вещь скажем. Это очень важно. Почему вот этот план вселяет надежду, что вот именно с этим планом, о котором мы говорили, там будет хорошо? Во-первых, какой фонд его породил, кто во главе фонда, вот это очень важно. Ну, да, на самом деле мы все знаем, и мы все свидетели, участники. Да не все мы знаем, но вы знаете. Ну, вы тоже знаете. Но это не все. Той крупномасштабной компанией информационной, которая вот в течение последних двух лет, особенно 16-й год, проводится. То есть Иркутск был стартовым городом. В 10 наиболее пораженных регионах эта компания проходила по информированию и тестированию. То есть первый шаг профилактики – это тест на ВИЧ, да, понятно. Как бы парадоксально это ни звучало, но если человек знает свой ВИЧ-статус, и даже если он положительный, то это спасение его же собственной жизни. Конечно. Если это своевременно. Ну, и проблема, она, конечно, приобрела абсолютно иное звучание тогда, когда этой проблемой занялся фонд социально-культурных инициатив под руководством Светланы Владимировны Медведевой. Вы знаете, вот когда такие люди занимаются проблемой, причем занимаются… Это очень неравнодушные люди, потому что, ну, масса проблем, чем можно было бы заниматься, может быть, более таких, не таких вот деликатных, так скажем, о которых так громко не говорили, а говорили в полголоса действительно. Вот. Но сегодня, побывав на форуме, который, собственно, Светлана Владимировна и открывала, я поняла, что, ну, для меня это большая надежда. Большая надежда на то, что тема, ну, не будет буксовать, она будет действительно реализовываться. Нет, ну и надо трезво смотреть на вещи. Возможности есть у фонда. Ну, мы же взрослые люди. Возможности есть. Так, нам звонит Ольга. Сейчас мы еще успеем ей дать слово. Говорите, Ольга, пожалуйста, вы в прямом эфире, и мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы знаете, в основном уже рассматривается ВИЧ-инфекция как половым путем или через наркоманию, да, и прочее. Я хотела бы вот такой вопрос задать. Как застраховать себя? У нас же хирургические есть еще вмешательства. И вот таким образом можно заразить ВИЧ-инфекцию. Вот очень интересный вопрос. Ольга, понятен вопрос. Понятен вопрос. Давайте не будем тратить время. Пожалуйста. Ответ будет таков. Ну, прежде всего, случаев заражения в медицинских стенах, скажем, при хирургических каких-то манипуляциях у нас не зарегистрировано. Это, во-первых. Объясню, почему. То есть мы понимаем, что здесь где-то параллельно звучит вирусный гепатит, которым инфицируется, собственно, где все пути те же самые. И то, что пациенты... Вы говорите, у нас в области или в области? В области. Есть такие случаи в Российской Федерации. Они каждый на перечет. Их всего 12. Каждый случай разобран, безусловно. Здесь ситуация следующая. Если инструментарий не разовый, или он не заражен, не контоминирован, как мы говорим, не загрязнен, так скажем, то рисков здесь нет. Почему? Объясню. Потому что вирус ВИЧ очень нежизнеспособен вне человеческого организма. Вот при прочих равных условиях вирусным гепатитом С можно заразиться в 100 раз чаще, например, потому что вирус уже приобрел некую устойчивость. Большую, так скажем. Вирус ВИЧ не живет вне человеческого организма. То есть даже если он попал, ну, предположить, на скальпель хирурга, ну, очень в течение небольшого количества времени он просто не будет, он будет нежизнеспособен, так скажем. И инфицироваться будет невозможно. Это на сегодняшний день. Мы подавляем этот вирус, мы на него воздействуем, в том числе лекарственными препаратами, и вирус меняется. И вот эта его жизнеспособность, она, конечно, будет увеличиваться. Ну, так вирус устроен. Понятно. Вот. То есть, но на сегодня пока этого нет. Обращайтесь в государственные учреждения. Будьте внимательными тогда, когда вы ходите на такие манипуляции, как пирсинг, татуаж. Тоже понятно. То есть это должны быть проверенные учреждения. Вот я на эти манипуляции не хожу, так что уже застрахован. Хорошо. Давайте немножко о свете в конце тоннеля поговорим. Вот сейчас передача уже заканчивается. 28 ноября, насколько мне известно, прошлого года на втором всероссийском форуме по ВИЧ-инфекции, вот вам, Юлия Кимовна, министр здравоохранения страны, Вероника Игоревна Скворцова, вручила диплом первой степени в наш Иркутский центр в борьбе со СПИДом, признан лучшим в России по инновациям в профилактике. Что конкретно стоит за словосочетание лучшей в стране по инновациям? Ну, это как раз вот та профилактическая работа, которую, собственно, мы проводим, не мы одни, мы привлекаем сюда и социально ориентированные, и некоммерческие организации, то, как нам это рекомендуют. И, естественно, все это под руководством Министерства здравоохранения Иркутской области, это профпрограммы, это федеральная составляющая, финансовая и региональная. Но, на самом деле, это первая такая реальная оценка нашей деятельности. Это, конечно, было приятно, но мы понимаем, что это и аванс, дальше планку надо держать. Понятно. Это те новые методики, то есть старые не работают, это понятно. Нужны новые подходы, новые форматы профилактических, различных мероприятий, над которыми мы, собственно, сейчас и работаем. Понятно. У нас остается ровно минута. Очень коротко последний вопрос. Вот, насколько я знаю, что, оказывается, не только любви, СПИДу все возрасты, не только любви, но и СПИДу все возрасты покорны. Вот с той лишь разницей, что порывы последнего не благотворны. Какие сегодня возрастные границы у СПИДа? Скажите. По-моему, их нет. Их нет. Их действительно нет. И эти границы, они все время расширяются. Понятно. Вот мы провели с вами цикл передач. Я надеюсь, на этом у нас не закончится наше с вами общение. И мы дальше будем встречаться. Спасибо вам за то, что вы нас просвещали. Надеюсь, и дальше будете это продолжать. У меня в гостях была главная специалист Министерства здравоохранения России по вопросам ВИЧ-инспекции, инфекции, главный врач Иркутского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Юлия Плотникова. Всего вам доброго. Спасибо.